Здравствуйте! В центре политика я, Алексей Рожин. Начнем по традиции с политических рейтингов, составленных экспертами АПН Нижний Новгород. Поговорим о лидерах и здесь, на первой строчке. Валерий Шанцов, губернатор Нижегородской области, в прошлом деле был чрезвычайно разнообразен в своей деятельности. От социалки и медиа активности до увеличения территории области. На втором месте Олег Сорокин, глава Нижнего Новгорода. На минувшей неделе вместе с Захаром Прилепиным отправил гуманитарную помощь в Новороссию. Десятитонный грузовик с продуктами для жителей Донбасса. Здесь нужно не просто оказывать помощь, ее нужно оказывать еще и с умом. То, что в первую очередь просят люди, то и нужно отправлять. Хотя, конечно, любая помощь будет приветствоваться. Еще раз повторюсь, очень остро, вот мы сейчас с Захаром разговаривали, это проблема медикаментов, потому что огромное количество людей, которые даже физически не могут покинуть эту территорию, они нуждаются в помощи. Значит, людям нужно каждый день питаться, там находится, условно говоря, миллион человек, да, и из них там огромное количество детей, там эти люди занимаются работой, они ходят на работу, они занимаются, они не просто дома сидят, да, и они должны какое-то питание получать, должны какие-то лекарства и там прочие необходимые вещи. Поэтому это нужно сегодня, завтра, и через месяц это будет нужно, и через два месяца это будет нужно. На третьей строчке Елизавета Солонченко, заместитель главы Нижнего Новгорода. Теперь именно она заменила Олега Кондрашова в Единой России до конца уголовного дела против сити-менеджера. Фактически это означает, что именно Солонченко будет возглавлять городскую порт-организацию в предвыборный период. Теперь о другой стороне вопрос. На первом месте среди политических неудачников Олег Кондрашов дал очень откровенное интервью, где сообщил о своей нелюбви к рейтингам. Эксперты сразу обратили внимание, что сити-менеджер часто не является его участником или попадает с плохими оценками. Константин Врановский, который является экспертом сразу в трех рейтингах, имеет на это свое и, безусловно, острое мнение. Послушаем. Я думаю, что рейтинг нужно читать не в рабочее время, не в разгар понедельника, когда неделя начинается, а вечером дома, сидя в кресле у камина, с чашечкой кофе, ну или там чая, поглаживая собаку и читать рейтинг. Смеяться, либо обижаться, либо еще что-то. Но это должно быть как-то, ну, абсолютно таким, что ли, частным делом того человека, который в этих рейтингах фигурирует. Опять же, в силу просто того, что, ну, как мне кажется, все-таки есть еще небольшой элемент некой игры, некого шоу. Да, это как бы часть политики, но вот так вот серьезно воспринимать, чтобы, не знаю, там, плакать ночами в подушку, вызывать подчиненных и говорить, давайте там все зачистим. Ну, это как-то, я не знаю, ну, не по-мужски это, не по-взрослому. А теперь особое мнение Андрея Вовка, главного редактора газеты «Патриоты Нижнего». Глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов негативно высказался о рейтинге политических лидеров и неудачников АПН «Нижний Новгород», экспертом которого я являюсь. Олегу Кондрашову не нравится то, что он редко попадает в лидеры рейтинга и чаще всего является неудачником политической недели. Парадокс заключается в том, что, согласно уставу Нижнего Новгорода, глава администрации в первую очередь занимается хозяйственными функциями, а не политическими. А Олег Александрович хочет видеть себя в лидерах политического рейтинга. Видимо, Нижний Новгород является настоящим образцом благоустройства и чистоты, если у главы его администрации находится время на перепалку со Следственным комитетом и на то, чтобы пожурить неугодных экспертов. Но вернемся к рейтингу. На второй строчке Владислав Егоров, секретарь обкома коммунистической партии, заявил, что для присоединения территории смежных областей нужно провести региональный референдум. Татьяна Шмакова, директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода, на городской оперативке заявила, что решение инвесовета при губернаторе, цитата, в принципе, покупается. Конец цитаты. Теперь перейдем к главной теме, которая в минувшие выходные потрясла всю Россию. В Москве был убит Борис Немцов. Намеченный на воскресенье антикризисный марш весна, где должен был появиться Немцов, отменили и по центру столицы прошел многотысячный марш его памяти. Свою карьеру Борис Немцов начинал в Нижнем Новгороде, поэтому сейчас из нашего региона идет очень много комментариев. Давайте послушаем политолога Александра Суханова. В студии столицы Нижний политолог Александр Суханов. Александр Авидич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы работали депутатом в то время, когда Борис Ефимович был губернатором области. Расскажите, как Борис Ефимович пришел ко власти после того, как железный занавес был поднят и Нижний Новгород стал открытым городом? Поводом формальным для Бориса Ефимовича войти в политику был протест против строительства атомной станции в Нижнем Новгороде, которая строилась на тот период, и которая, по мнению его как физика, знающего хорошо эти процессы, представляла угрозу населению, тем более, что к тому периоду времени уже было известно про Чернобыль. Поэтому на волне протеста против строительства станции он выделился как лидер. Во-вторых, параллельно с этим шел процесс борьбы за защиту площади Горького от строительства метро открытым способом, при котором сквер, который на площади Горького, хотели снести и разрыть котлован и сделать станцию. Вот эти два протестных движения на том этапе, это был где-то в 88-89, 88-87 годы, выдвинул Бориса Ефимовича как одного из лидеров вот этих протестных движений. В то время стать лидером, и тем более после его назначения губернатором, пришлось применить некие эффективные действия. Был ли он, выражаясь современным языком, эффективным менеджером, эффективным государственным правленцем? — Он был умным человеком, и это, наверное, самое главное. Он был научным работником, и мозг его был достаточно хорошо организован, системные знания у него были, и как человек грамотный, он не столько знал ответы, сколько знал, где и как их искать. Сначала он зарекомендовал себя как новаторский, открытый для нововведений, и на него обратили внимание, тем более регион открылся впервые, он был закрытым, западные руководители, политики, экономисты и предприниматели. И стали достаточно активно приезжать и западные политики. Та же Маргарет Тэтчер достаточно высоко оценивала возможности Бориса Ефимовича. Беда, на мой взгляд, заключалась в том, что он вышел на федеральный уровень, не успев созреть для него. Все-таки он губернатором стал в 32 года, а в 37 он уже... Я правильно полагаю, самый молодой губернатор? Да, вот, он в 37 он уже был в правительстве, вице-премьером. И в 98 году, когда произошел дефолт, и он, и Чубайс, и Гайдар правительство покинули. И вот после этого, мне кажется, началась та драма, которую Борис Ефимович вот все в последующее время переживал. Эта драма заключалась в том, что он искал себя, искал применение себе. Во власти он уже не возвращался. Из науки он ушел. И вот эта драма непонимания, что он может сделать, иллюзия, что он остался романтиком. Несмотря на то, что был во власти, он как был бунтарь, романтик, он им остался, он искал, как человек деятельный, сферу применения своей активности, своей деятельности. А позиция была бы той самой сферой применения? Или это была лишь вывеска? Нет, а позиция это скорее вывеска. Все-таки уточню еще по этой позиции. Не растерял ли Немцов политический капитал напрямую? Я могу сказать, что такое политический капитал? Поддержка. С точки зрения прямой поддержки Бориса Ефимовича, он растерял. Растерял по двум, как минимум, причинам. Первое, это то, что он потерял материальный административный ресурс воздействия и возможность решать какие-то проблемы. А второе, что оставаясь романтиком, он во многом продолжал озвучивать призывы, которые, да, правильные, да, они интересные, да, они заманчивые, но они малореалистичны и почти нереализуемы. Понимаете? Поэтому реальную поддержку. Он был дружен со многими. Его многие знали, его многие уважали, и он знал многих. Несмотря на то, что вот он был таким оппозиционером, у него в друзьях были и те, кого называют олигархами. Например, тот же Прохоров, там, Фридман, еще можно назвать фамилии. Они были его друзьями, они не разделяли его убеждения. Как человек он был очень привлекателен. И действительно он был борец, и ему прощали некоторую резкость во взаимоотношениях, потому что понимали, что это идет не от желания сделать зло, а от желания сделать лучше. Вот это, наверное, в нем было самое главное. Александр Альич, спасибо вам большое за интервью. Спасибо, что почтили нас в себе. За неделю до этого по Москве прошла колонна политических оппонентов Бориса Ефимовича Немцова. Марш антимайдана от Нижегородской области. Там была своя колонна. Послушаем Андрея Завьялова, участника 50-тысячной акции от партии Великой Отечества. Хотелось бы отметить, что и в том, и в том митинге преобладали флаги Российской Федерации. Это что выделили практически все. То, что либеральные лидеры пытались это траурное мероприятие использовать в своих целях, это тоже было видно, потому что были флаги Украины, были флаги и права сектора, были и непонятные лозунги, которые не употребляют на травмных митингах. Я все понимаю, что убийство любого человека – это несчастье в любом случае. Но убийство, сделанное по американской методичке, когда какое-то протестное движение выдыхается, и нужно придать ему какой-то новый импульс, всегда ищут сакральную жертву. Вот такая сакральная жертва, по моему мнению, могла быть смерть Бориса Ефимовича Немцова. В любом случае, в стране должно присутствовать разные мнения и разные идеи выдвигаться. Но это не повод того, чтобы физически устранять своих конкурентов, своих противников, скажем так, по мысли. На этом все. Очередная политически сложная неделя окончена. Увидимся уже скоро.